На языке военных подобные учения называются воздушно-огневая конференция. По сути, на огромной территории, площадью 120 на 30 километров, двум полкам Кольского соединения ПВО нужно отразить массированный ракетный удар условного противника. В ходе учений я планирую разыграть вместе с полигоном мишенную обстановку, но так как в ходе боевых стрельб я буду не только руководителем учения, но еще и обучаемым в составе бригады, буду руководить боевым расчетом, эту мишенную обстановку я не знаю, знаю, что она будет сложная, напряженная, и противовоздушный бой будет протекать не более двух минут. Чтобы еще больше усложнить задачу, дивизионам поступает новое вводное. Их позиции обнаружены противником, нужно срочно передислоцироваться. В автономном режиме зенитно-ракетному комплексу С-300ПС достаточно всего пяти минут, чтобы развернуться в боевое положение и совершить пуск ракеты. Еще столько же, чтобы собраться и покинуть место стрельбы. Даже если противник определит, откуда стреляла установка и нанесет ответный удар, там уже никого не будет. Цель 134 на 77, высота 20, скоростная, без сигнала, извозь самолет. Принял. Обнаружена одна цель, вторая, третья, четвертая. С-300 открывает огонь. Все мишени имеют реальный прототип. Стриж и Армавир имитируют крылатые ракеты. Рейс воспроизводит полет беспилотника. Но самая сложная мишень, по словам ракетчиков, это кабан. Он обозначает полет баллистической ракеты и стартует из ближних слоев атмосферы. От 0,5 до 0,9 примерно составляет вероятность поражения цели одной ракетой при стрельбе. Поэтому, как правило, для надежного поражения цели назначается более одной ракеты. Как правило, две, в некоторых случаях до четырех. А это вступает в бой новейший зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». В его задачу входит не только охрана стратегических объектов, но и защита самих дивизионов. Если какая-нибудь цель случайно и проскочит мимо С-300, «Панцирь» собьет. У конструкторов такой порядок. После каждого воздействия мы осматриваем результат, объект воздействия. Это, как правило, мишень или самолет. Считаем в них количество дырок, осматриваем, фотографируем, анализируем. И потом долгое время смотрим. Это нам позволяет улучшать эффективность этой машины. В небе еще не успели растаять следы от пуска ракет, а воздушный бой уже закончен. Руководители учений подводят предварительные итоги. Бригада с задачей справилась. Уничтожены все мишени. Всего их было 11. Повторяю, бой длился 1 минуту 50 секунд. 11 мишеней. Все цели предварительно уничтожены. Хорошие новости для комплекса «Панцирь». В этом году эту машину планируют принять на вооружение. Алексей Сонин, Дмитрий Киеновский, Первый канал, полигон «Ашулук», Астраханская область.